кубок мира провести и по-моему ей в начале отказали и она сразу же взяла, чтобы было гран-при гран-при ей дали, а потом подумали и решили дать еще и кубок мира, ну в общем или ничего или все ну я считаю, что для Украины это очередной праздник, когда люди могут прийти и насладиться такой красоты ну тем более очень удобный час, в принципе, для этого выбрали, потому что за тиждень буквально будет последний этап кубка света в Минске, последний я имею в виду перед выездом на чемпионат света ну то для многих-многих гимнастов это стратегично важно просто выступить на какомога большей кемкости старте, перезвижаются на свои ниши по работе из Абачана сразу же видно, что у них тренер Болгарка, ну как-то я не очень хорошо знаю и девочек, конечно, подтянули очень сильно, по упражнениям, по технике, по синтезам я считаю, что он групповичик всегда должен быть один-единственный тренер или два, который занимается только групповым и девочки занимаются только групповым упражнением и личного отношения никакого, ну, к личным, исполнения никакого не имеет ну, взагалит в многих странах это размежевывается, четко размежевывается работа с гимнастками индивидуальными и групповыми да, это так, но в Украине очень часто выступают девочки и в личном, и в групповом я сама была этим премьером, я даже в 2003 году на чемпионате мира я выступала в личном, потом через два часа делала другую прическу, переодевалась и становилась уже выступала в групповом это достаточно сложно, это совершенно другая работа, предмет личной программы привык выпускать себе, а в групповом нужно выпускать партнера поэтому концентрация и вообще, ну, это очень сложно но, знаете, когда поработаешь в групповом, в личном потом намного лучше потому что техника предметов и все остальное, оно очень помогает есть свои плюсы, есть свои минусы ну, такую большую функциональность можно было бы зрозуметь как бы была, скажем, там, обмежена колькість кадров то есть, певно только коло гимнасток, на которые можно было опертировать мне кажется, что в Украине очень много таких гимнасток ну, я считаю, что было и есть в Украине очень много хороших гимнасток только есть еще совершенно маленькие, которым нужно еще немножечко повыступать очень больше потренироваться в зале поэтому многие гимнастки не хотят выступать в личном, как я говорю потому что в личном гимнастка должна быть практически идеальна начиная с внешнего вида, а вес, а вес для гимнастки это самое главное у нас есть очень хорошие девочки, но, к сожалению, с весом они не дружат и поэтому им говорят, выбирай или личную, или групповую для личного худей, для группового ты пойдешь и так ребенок или худеет, или один групповой всегда есть выбор премьер-министра Украины Юлии Тимошенко организаторы змаганий хотя инколи от почерк школы можно даже впознать за конфликцией гимнасток есть групповичка, скажем, итальяки, я не бачила, чтобы там был насколько суворый выбор, что там десь один-два зайвих кг на гимнастке позбавляли ее места в команде у нас, я думаю, это, возможно, стало переследованием ну, просто разные школы працуют за разные